Я, конечно, уважаю Шлеменко и так далее, но я пришел к Хабибу на тренировку, к Хабибу на Магомедову. Ввиду того, что я кавказец, меня вниз кидали, короче. И вот, когда я выходил с магазина, увидел эту парочку, потом, когда уже на эскалтере он ее поцеловал. Сказал просто, ты что бы ей ударил? Я же не в Москве, сейчас не буду свои правила устанавливать. Когда заверши карьеру, уходи, да, что-то чем-то такие, да, испанту, бои показывать. Стыдно на это смотреть чемпион с 77 килограмм, 5 метров. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и у нас сегодня очень затяжная беседа с главным открытием российских ММА 2021-го – Шарапуддином Магомедовым, он же Шарабулит. В прошлом году он выступал со средней периодичностью почти раз в месяц, выключал соперников пятками и локтями, приковывал внимание людей, но в 2022-м как будто бы пропал. На камеры и широкую публику попали только два боя с его участием. Один случился в рамках финала Гран-при нашего дела, а второй – в одном из махачкалинских торговых центров. Уверен, вы все прекрасно помните ту самую историю на эскалаторе из-за поцелуя и последовавшего замечания. 13 августа Шара громко возвращается. В главном событии вечера турнира RCC он дерется с Сергеем Мартыновым. Мы встретились с Магомедовым в московском зале Гор ММА, который Шарапуддин использует и как тренировочную площадку в столице, и как место проживания. Говорить будем о многом, тайм-коды для удобства лежат в описании, ну и не забывайте подписываться на наш канал, ведь тут частенько бывает интересно. Всем приятного просмотра. Получается, очень долго все гадали, где же ты вернешься, площадки там рассматривались, наше дело, на хардкоре думали, что ты вернешься, когда на конференции появился, Fight Nights. В итоге ты возглавляешь турнир RCC, такой очень неожиданный выбор в итоге. Удивился ли ты, что возглавляешь турнир, и как вообще там оказался в главном бою? Честно говоря, удивился, но мне устраивает именно то положение, которое сейчас у меня есть. Мне нужно было немного передохнуть, чуть посмотреть, присмотреться, кто есть на горизонте, такие именитые рейтинговые бои. Понятно, там одно дело хорошее, что деньги зарабатываешь больше, там и так далее, но у меня чуть цели другие в этом спорте. Хочу немного сейчас поработать на свое имя, на славу, ну, хочу добиться каких-то целей, там пояса и так далее. Потому что я чувствую, что уже готов к этому, я уже много раз говорил, микрофон брал после боя Fight Nights, что готов к поясу, и именно для этого сюда пришел. И мои тренера все говорят о том, что надо газовать, идти вперед и максимум забрать этого спорта, добиться какой-то вершины, и потом можешь думать о чем-то другом. Вот я помню, ты в 2020 году выступал на площадке RCC, это было Firefight League, ты тогда дрался с Шером Амузулуновым, и я помню, ты тогда после боя, ну, был уверен в том, что, в общем, судьи были к тебе не очень благосклонны, а не осталась осадка с тех пор, ну, знаешь, все равно организация близкая, и ты, наверное, тогда с Николаем Клименко тоже уже как-то пересекался. Да, меня пригласили, именно с Шером бой давно назревал, и у меня был простой немного в кикбоксинге, годовалый простой, и там Гран-при был, надо было за день-два боя провести, и первый бой вот попал на Шера, там через час надо было еще раз боксировать, честно говоря, я сам виноват немного, да, потому что я чуть рассчитать силу решил побоксировать именно на перестукивание, не для того, чтобы там уронить, там жестко его добить, а именно перестучать, не потратив много сил, и сделал свою работу, я умею считать очки, считаю, что я его перестучал, а там в контракте, оказывается, был дополнительный раунд рассчитан, да, дали экстра раунд, и в экстра раунде тоже, я не считаю, что проиграл, как бы концовка за мной поставил, потому что немного там пошатался уже, просто его не добил как-то, и все равно ему руку подняли, но там как бы, чуть не подозрение именно к тому турниру были, потому что весь турнир как будто под Шерой именно был сделан, и в финальном бою тоже он не победил там, если вы посмотрите, да, бразильца, он не победил, и я бразильцу после боя подхожу, говорю, я говорю, you win, you win, you win, он говорит, no, no, I'm no win, you win, you win, you win, он в раздевалке мой бой смотрел, и вообще удивился тоже, соперник там, бразильевич, что ему руку подняли, и в его бою тоже, честно говоря, не выиграл этот Шер в Амазону, ну, осадок именно остался к самому кикбоксингу, к этому спорту, к судьям, что немного мне показалось, что все-таки в кикбоксинге могут засуживать, если захотеть, сильно могут засудить, там плюс-минус там аккуратно это сделать, но в ММА, мне кажется, чуть сложнее это сделать, ты можешь свое доминирование точно показать, потому что в кикбоксинге немного тоннаж ударов, как бы, смазывается за перчаток больших, а в ММА я могу именно выйти, как на улицу, на драку, и расслабить полностью себя, и начать свободный свой бой, а не такой, больше тактический такой. Ну, в любом случае, это была площадка, которая тоже имеет отношение к РССИ, это тоже Академия РМК, по-моему, да, да, именно вот в этом зале, кажется, и будет мой бой, у меня просто в этом именно, ну, сейчас, именно в данный момент, я менеджера и тренера ставил, как бы, хотелось на главный бой уже, потому что немного были ситуации, где меня с главных боев снимали, и не главных боев, а с главного карда, там где-то трансляция матча ТВ, там не хотела, там за то, что, ввиду того, что я кавказец, там меня вниз кидали, короче, ну, когда я должен был в главном карте участвовать, матча ТВ попасть, меня ниже кидали в карту, и мне много раз такое случалось, что где я должен был возглавить турнир, мне говорили, ну, ты не подходишь по фейсу, там, или как-то вот в этом плане, и я надеюсь, я уже добился того, что мое имя, люди хотят видеть в главных боях и хотят меня видеть в клетке, я думаю, и в СССР я покажу свои, в этот раз я не дам судьям решать эту судьбу мою, и я думаю, я завершу бой досрочно. Ты, получается, выступаешь 13 августа, ваш бой 84 килограмма возглавляет первый турнир, и буквально через две недели возглавляет бой, возглавляет турнир категории 84 тоже, бой с участием Александра Шлеменко, а у тебя не было такого, что ты закидывал, типа, а может меня это туда переставить, и выйти на замену Магомеду Исмаилову? Ну, одно желание мое, а желание Шлеменко с моим желанием может не совпадать, я думаю, ему проще с бразильцем каким-то подраться, чем с таким бойцом, как я, который сейчас очень голоден, и готов его перестучать во всех аспектах. Я, конечно, уважаю Шлеменко и так далее, но сейчас новое поколение, одни львы сменяются другими львами, и мы очень голодны и готовы просто в этом в этой клетке доказывать свое право находиться на том месте, где я вижу себя в топах. Ну, вот если представить, что 13 августа у тебя все проходит успешно, без травм, а представляешь ты ситуацию, что, например, возьмешь микрофон и скажешь, что, типа, если что, я готов заменить, вот Александр Ильич будет драться с Александром Шлеменко, типа, готов заменить Ильича, если он травмируется, типа, через две недели? Да, вообще без проблем. Я люблю так драться подряд, несколько боев, я в любителях прошел очень много турниров, где мне приходилось там каждый день драться, и без проблем через две-три недели я готов спокойно выйти со Шлеменко, потому что сейчас я нахожусь в хорошей форме. И Шлеменко – то имя, которое меня мотивирует оставаться в России, в этом спорте, чтобы драться именно с ним, а не ехать за океан, искать другие какие-то имена. У нас тоже рынок, индустрия ММА насыщена хорошими бойцами, я могу показывать зрелище людям, чтобы интересно было понаблюдать. Вот в 2021 году ты успел людей так приучить к тому, что они все ждали, когда на Ютубе что-то появится с твоим участием, потому что, как правило, это были зрелищные бои, зрелищные финиши и все такое. В 2022 году было затишье, и вот громкая история, связанная с тобой, тоже появилась на Ютубе, но не связанная с боями, напрямую. Это история с эскалатором. А как выглядел вот тот день, когда это все всплыло? Потому что, я так понимаю, это произошло через какое-то количество времени. Это произошло ровно через 3 недели. Я посмотрел по датам, через 3 недели произошло. Я был на сборах, и как раз в тот день, когда это случилось, я собирался ехать на сборы, и друг меня попросил купить очки ему спортмастере, потому что для бега там солнце немного в горах. И я зашел вот спортмастер купить ему очки, там по видеосвязи как раз с ним разговаривал, спортмастер находился, мы выбирали очки, там со мной ребята подходили, фоткались, там в таком хорошем настроении был, все четко, собирался на сборы в горы, то что хотел. И вот когда я выходил с магазина, увидел эту парочку, ну немного чуть не смутило эту ситуацию, то что она вообще, по сути, она началась еще до эскалатора, ну их поведение, так сказать. После этого я в этот момент старался не обращать внимания, думал, они сами заметят меня и как-то чуть поскромнее начнут себя вести. И они там бороться немного, такая какая-то борьба у них началась там в спортмастере перед выходом, они там боролись, там игра у них какая-то, шутки. Ну у нас там как бы, если пацаны это делают, да, между собой, ничего зато, поигрались, пошумели там, можно, да, как бы сказать. А вот если с девушкой такие моменты происходят, это как бы у нас не принято, это не культурно, и как бы это против традиций наших идет, и я считаю, что это такое поведение, если он меня заметил, видеть сзади него идет горец такой, махачкалинец, он тоже себя махачкалинец, он тоже не гость, не приезжий, там он махачкалинец именно, я вырос в этом городе и знаю, какие у нас понятия, как бы, что такое не дозволено, такое поведение. И перед выходом я думал заметить, успокоиться, потом, когда уже на эскалтере, он ее поцеловал, ну я уже думал, надо как бы отреагировать, как-то замечание сделать. Но у нас, знаете, такое иногда случается, как бы 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 бычку включает человек и не готов принимать то, что ты ему говоришь. И вроде бы ничего мне такого грубого не сказал, что за что я его мог там ударить, или что-то. Я просто увидел жесты, да, какие-то такие, такая манера поведения была, что он уже готов меня ударить, там, такая мимика, так он отреагировал как-то гордо, там, пытался девушку своего брать, со мной выйти, там, меня за руку взять, там, и потом эскалатор закончился, я говорю, пойдем на улицу, так спокойно еще говорю, он там чуть, такой шум хотел, видимо, устроил, да, я же вижу, там, я говорю, пойдем, пойдем спокойно, ему еще так дал, пойдем, пойдем на улицу, и он эскалатор закончился, он так отдернулся от меня, я уже реально вижу, что так, реально, не просто так эту сторону, но ногу как бы направо поставил, стойку как будто встал, просто руки здесь, я вижу уже на удар стал, да, у меня, я тоже на улице много времени провел по своей молодости, и знаю, как там, бывает, да, и, ну, среагировать, как бы его опередить, это было бы как-то крайне, как-то неправильно с моей стороны, спортсмен боится, и, ну, отскочить тоже от него, как бы, я еще не видел каких-то действий, да, что он замахнулся, ну, я решил третий вариант, это вот, из этих всех вариантов, третий вариант, это ему подходить ближе, и что-то ему объяснять, да, но я решил выбрать этот вариант, что-то ему объяснить, хотел сказать, ты где находишь, ты же видишь, что ты в городе, в торговом центре, и вот это только я начал это говорить, и у меня сразу, ничего не сказал, он такого, ничего, сказал просто, ты чего и ударился, потом у нас чуть-то так вцепились мы, там я его повалил, и как бы, ну, я понимаю, что меня ударили, это мне, как бы сказать, тяжело понимало, за что мне реально ударили, потому что мне казалось, что, ну, он, наверное, не ударит, скорее всего, да, да, не верил, и потом я уже понял, что это реально меня ударили, я его повалил как-то, и пытаясь его чувство привести, там, так ударил, ударил, потом я вижу, что уже разнимают люди, я решил ударить коленом, я коленом как-то вот так ударил, ну, не так сильно ударил, ударил, я думаю, этого достаточно, он так чуть в себя придет, да, как бы, не хотел его нокаутировать, там, убить, там, уже что-то, думал, у тебя придет, просто человек, бывает, иногда человеку один раздаешь, он в себя приходит, да, но это не тот случай, я ему дал, я думал, он в себя придет, и меня так уже убирают, ну, я не напрягаюсь, как бы, да, ну, не сопротивляясь, поднимаюсь от него, да, меня разнимают, но я не думал, что он вскачет, вскачет сейчас, и начнет меня бить обратно, но он вскачет, хотя мог я там дальше ему бить, его, да, но он вскачет и два раза замахнулся на меня, ладно, замахнулся еще, да, он еще начал там, ну, задевать, такие слова выкидывать, да, которые задевают нашу честь, за эти слова, в любом случае, любой человек должен ответить, где бы это не было, на улице, там, сегодня-завтра, за такие слова, ну, не оставляют, как бы, да, я уже на улицу вышел, я говорю, ну, сейчас мы на улицу выйдем, там мы все увидим, да, и он на улице, когда уже вышел, естественно, после таких слов, после таких действий его, я не собирался с ним разговаривать, о чем мне с ним разговаривать, а что он, я хотел с ним поговорить, он не захотелся, но он просто меня взял, ударил, по сути, он мне ничего не ответил, просто взял, ударил, просто у него гордыня сыграла, он решил меня ударить, ну, думал, наверное, чуть побольше, у меня, как бы, и ситуация закроется, никто не узнает, что он целовался, я, может, отрестение получу, забуду, ну, такое не бывает, такое не всегда прокатывает в этой жизни, бывает, бумеранг, знаете, такая вещь, и там, на улице, вот, бумеранг, короче, получился, да, там я ударил, огонь там, чуть лишний удар был, ну, это, знаете, почему, это уже реакция моя была, за то, что, когда я его не сильно ударил, меня разнимали, он встал, мне начал говорить, я уже понимал, что, ну, если он тогда так не понял, что мне надо уже ему так дать, чтобы он уже, что он до конца идет, ну, да, уже надо было его уступить, ну, такой у меня уже как-то принцип сработал, потому что, ну, я занимаюсь спортом, знаете, а спорт, для чего я вообще шел, я изначально не шел для того, чтобы там выступать в клетке, что-то доказывать, я вообще не знал, что бывают соревнования вообще, я просто шел, я думаю, это для улицы, да, потому что у нас часто бывает, Махачкаль, надо за себя постоять, уметь, ну, и вот, как Махачкалин, я на эту ситуацию среагировал, то же самое, допустим, москвич, который жесть вырос, пропитался уже этими, то есть бывает, ну, если в Махачкале что-то не разрешено делать, допустим, там, при людях, здесь в Москве может быть разрешено, или в других городах свои какие-то бывают, там, если здесь что-то делать, это москвичей проблема, да, я же, я же не москвич, я здесь не буду свои правила устанавливать, там, я просто как привык, там, Махачкале, да, вот так, среагировал. Ну, ты имеешь в виду, что в Москве, например, ты бы на эскалаторе так не подошел, да, к человеку? Так, конечно, если бы я москвичом был бы, и с детства я вырос бы, и считал бы, как бы, это не дозволено здесь такое, тогда я подошел, но я же не москвич, я, у них свои какие-то, да, не знаю, получилось, получилось, потом пытались с охранниками этот момент, я пытался им объяснять, удалите эту запись, никому не показывайте, и так далее. Они, ну, попросил, они вроде удалить, да, запись. Но перед этим сняли на телефон. Ну, короче, она в итоге осталась. А на итоге она осталась, ну, я спокоен был, тренировался, на сборах был, и раз через три недели, один день, я после пробежки прихожу, лежу, отдыхаю, уже засыпаю, ну, после утра на тревоге мы что-то отдохнуть, любим, а потом после обеда потренироваться. Я вот уже засыпал, и мне звонки начали поступать. У меня это взбудоражило, там много звонков, реально, телефон разрывался на три части. Не успевал вложить на второй линии другой, другой поднимал еще на второй линии. И вот этот телефон на это, короче, два дня нормально вот этот тренировочный ритм сбился. Знаете, когда плохо спишь, с тренировочного этого сбиваешься. Потом уже отпустил ситуацию, да. А какая реакция была от людей, ну, которых ты знаешь, которые тебе набрать могли, там, не знаю, или от знакомых, потому что так в целом сложилось впечатление, что больше поддержки, да, ты получил? Да, честно говоря, вот, ну, то, что удивило, ну, приятно, когда я поддержку получил от своих земляков, друзей, даже многие ребята, которые с России, которые не выросли в Дагестане или Махачкале, тоже, ну, как бы, поддержку мне давали, как бы, для них это тоже, как бы, не по понятиям, там, как бы, не такие понятия, я имею в виду, там, воровские. И вообще понятия у каждого человека свои бывают. Ну, для них это неприемлемо, да, как бы, перед кем-то, потому что дети, допустим, у меня две дочки, и я бы не хотел, чтобы мои дочки видели такое, потому что человек-ребенок впитывает, он думает, это нормально. И я даже, ну, очень слежу за своими детьми, дочки, это очень ответственно для меня, и даже мультики не разрешаю, там, какие-то смотреть, там, фильтруешься. Добрые мультики только. А ты следишь, да, тоже? Да, да, обязательно, если дочка моя где-то спрячется, и тишина дома, значит, надо пойти проверить, что она смотрит там, потому что она, я не разрешаю блогера смотреть и так далее, она там подходит, ну, да, телефон я буду, Мишек смотреть, Мишек буду смотреть, блогера не буду. Потому что потом писали о том, что возбуждено было какое-то уголовное дело или что-то вроде того, а как в итоге история-то закончилась? Ну, административный штраф мне выписали. А, короче, штраф, да, в итоге все, потому что он не писал заявление, да, сторона? Ну, ему тоже, у него тоже не было претензий, как бы, по рукам дали. По сути, там потом он извинился за те, не за то, что, ну, за те слова, которые он мне выкрикнул тогда, когда нас разняли, но за эти слова извинился, и все, вот так мы разрули эту ситуацию. Слушай, вот при всем твоем ты просто производишь впечатление очень такого спокойного человека, но при всем при этом про тебя часто возникают вот такие истории именно в публичном поле, ну, вот эта вот история, потом была история, Юсуп Шуаев рассказывал про то, как вы ездили на какие-то разборки, там пару лет назад, где тоже случилась драка. Это не пару лет, он рассказывал студенческие годы какие-то. А, да, давно уже. Да, он что-то во времени потерялся немного. Потом была история вот с чайханой и зубом, соответственно. Ну, знаете, жизнь, она такая вещь, у каждого случается такое. Ну, бывает где-то, что ты видишь несправедливость, да, вот, может, тебя Всевышний отправил в эту ситуацию, что ты должен как-то подействовать. Если человек вот один раз так сделал, ну, представь себе, что он дальше пойдет, что будет делать. Ну, вот, допустим, я спортсмен, он меня ударил, я выдержал удар, ему как бы ответил там, да. А другой, который не спортсмен будет, если он ударит, он там мог под эскалатором этим оказаться там, да. И таких ситуаций может много быть несправедливо. Вот Юсуп Шваев, да, допустим, он конец истории рассказал, где там я кого-то ударил, да. Ну, за что ударил там, если выяснять, там тоже очень некрасивая будет история, где человек очень некрасиво, корыстно, и человек подло поступил там, человек, который безобидный человек такой, который взял у него, украл деньги, и таким гнилым способом, да, за это, как бы. А то, что те ребята, которые за него приехали, вот с ним получилось, потому что они, ну, я им хотел объяснить, что он не прав, они пытались как-то обратно доказать, и вот получилось. У тебя, ну, часто такое происходит вообще, так вот, ну, приходится, ну, доходит до такого, что вот крайняя степень, да, решения конфликта. Не знаю, ну, плавал раньше часто, вот сейчас, когда, чем больше ты в зале находишься, тем меньше этого происходит, поэтому, ну, ты просто ограждаешь от тебя всяких ситуаций, которые в городе могут произойти. Знаешь, зал спасает от всяких, тренировки от разных таких ситуаций. В город, допустим, сейчас я вот в зале живу, она не выпускает никуда заложники, то не выпускает друг, какая-то ситуация может быть там. Я просто могу оказаться заложником ситуации, где ты… Я стараюсь такие ситуации обходить стороной, да. Я же уже боец, профессионал, не уличный там, боец какой-то, да. Профессионал, и мне, знаешь, как… Понятное дело, у меня многие энергии было бы, где я хотел ее выплющить, но мне здесь есть с кем ее выплескивать, здесь только есть с кем зарубиться, все, я в клетке все оставляю в зале себя, и точно злости на кого-то у меня не остается уже там дальше, если там реально палку не перегнут. Бывает, бывает иногда, чем ты спокойнее к человеку относишься, тем больше он думает, что он может на тебя как-то подействовать и до борту до слова воспринять. Ну вот, если вспоминать такие, знаешь, какие-то конфликты у тебя по детству, просто я помню, что у тебя футбольная карьера в свое время как раз прервалась из-за конфликта, из-за драки на футбольном поле, да, потому что тренер сказал, типа, поехали, все, уезжаем в Буйнакск, ты сказал, ну нет, мы договорились выйти один на один, ну и все, тренер поставил ультиматум, типа… Да, именно вот этот момент, короче, уже там все вот сделано было для того, чтобы я уже разрешил эту ситуацию, один на один там такая, с одной стороны толпа, у нас есть такое место в городе Махачкале, собачий парк его называют, парк, где вот именно стадион футбольный находится, и там парк дальше, и собачий парк, и все разборки города там происходили. Именно футбольный матч тоже там получился, и получилось, что, ну, с моей стороны там огромная толпа, а с его стороны уже нужно было как-то разрешить ситуацию, и надо было один на день выйти подраться. И мне тренер в этот момент, ну, футбольный говорит, либо ты сейчас садишься в маршрутку, едешь с нами обратно в Буйнакск, либо ты больше не игрок нашей команды. Ну вот я стою, мои друзья, вся толпа на меня смотрит, я должен сейчас драться, и он мне такое заявление. Ну, что сделать, выбор в сторону драки. А чем она закончилась-то в итоге, кстати? 13 лет тебе был тогда? Да, в итоге она этим закончилась. В итоге я, короче, у меня был гипс, поломанная у меня рука была, я только этот гипс снял, я в ротарь был. Ну, мог на воротах поставить, да, только гипс снял, еще до конца не заживу. Я уже только встал, стойко ему засадил, и рука у меня онемела, короче, вправо. И потом он меня два раза повалил. Один раз повалил, он меня бил, бил, бил сверху. Второй раз повалил, бил, бил, бил. Короче, я встал, в итоге его уронил. В итоге я его уронил, и уже все, его добивать иду, он там лежит. Я его добивать иду, и друг взял мою зачем-то, ногой его пхнул, короче. Тут я вообще не такой злой на друга был. Зачем ты его ногой пнул, зачем? Ну, я его добиваю уже. Когда я два раза снизу был, почему ты его не пнул ногой? Когда я его уже добил, ты его пнул ногой, бил. Да, именно. Да, и он потом, короче, нас резко разнали, он убежал. Потом я за ним, не представляете, этим человеком. Там есть улица Калинина. Я босиком, он босиком, я босиком. Я за ним бежал вот так по этой улице. В итоге я его догнал. Он остановился, где этот автобус их ли находится, футбольной команды. Он хотел зайти в этот автобус. А ему свои же игроки почему-то дверь закрыли. И он не смог зайти в этот автобус. Теперь я застег. Да, теперь он один круг сделал по автобусу. Я за ним бежал, бежал, бежал. В итоге я его настиг, ударил, он упал. И все там уже. Оставил я уже чужим. Получил он свой автобус. У тебя, по идее, эта вся история привела отчасти в единоборство. Потому что пришлось так оставить футбол вынужденно где-то. И потом у тебя была после бокса еще богатая карьера в кикбоксинге, в тайском боксе. И насколько я помню, ты довольно долгое время жил в Таиланде. Сколько вот так суммарно прожил? Вот как раз, когда турнир был в Firefight, где меня засудили. Честно говоря, это сильно меня ударило по моему внутреннему миру. Потому что я проиграл этот бой. И я просто купил билет после этого боя в Таиланд и улетел. То есть так сорвался, да? Да. Вот когда меня засудили тогда, я просто купил билет в Таиланд и улетел. И вот полгода я там прожил. И знаете, я честно вам признаться, нелегкую жизнь прожил там полгода. Я просто без денег, без ничего просто взял билет и улетел в Таиланд. У меня была карточка в кармане и телефон. Мне должны были прийти деньги. Я сделал бой в Тэна. Вот мне дали Firefight деньги. У меня долги были, я долг отдал. И мне Тэна, турнир должен был бой за бой, бабки еще прийти за этот бой. И они мне сказали, что тебе завтра деньги придут. Я сел в самолет. Ну, не пришли они до обеда. Я проверил, не пришли. Думал, в самолет сяду, вот как раз прилечу, уже придут. Прилетаю, а карта на карте денег нет. Повезло, мои друзья там были, братья Хиромагедова, как раз там на сборах. И две недели буквально, сказать, на их шее повисел я. Потом они улетели со сборов. И дальше уже я начал свою жизнь там. Пытался как-то прожить, выжить. Делал бои на стадионах. Ну, там мне очень много платили. Грубо говоря, 10 тысяч рублей – это максимум, что можно было заработать на моем острове Пхукет. Да, я там подрался. На всех стадионах подрался. И главные бои вечера возглавлял. Пятираундовые бои сделал. Опыта набрался. Честно говоря, после тех рубок, которые я в Таиланде получил, опыта, не знаю, мало что может меня испугать в бою. Ну, вообще, я не знаю, что мне. Если меня что-то может испугать, я только обрадуюсь. Потому что я люблю барьеры, которые у меня бывают, их перебаривать. И чем я больше перебариваю, тем я сильнее себя чувствую. И те сложности, которые у меня возникли в жизни, они меня сделали тем, кем я сегодня являюсь. Вот я помню про свой переход в ММА и знакомство с Расулом Магомеда Лиевым. Изначально ты рассказал такую очень интересную историю, когда тебя позвал друг на спарринге в школу Абдулманапа Нурмагомедова. Ты пришел туда, дверь была закрыта, пошел. И там соседний зал как раз вот Universal Fighters, да? Школа Расула Магомеда Лиева. Интересно. Я тогда еще по тайскому выступал. И мне иногда нравилось по ММА приходить, там проверять. Я иногда мог на борьбу тоже пойти, так для себя, да? На борьбу мог пойти, на ММА мог в спарринге пойти. И меня вот в Манапа школу позвали, мне интересно было туда тоже. Все-таки такой зал Манапа. И почему-то я пришел, я не знаю, но я на 2 минуты, да, базар, нет. Я на 2 минуты опоздал, по времени я смотрю, я на 2 минуты опоздал. Ну, дверь была закрыта. Я не знаю, это было за то, что, может, они закрыли у них такие правила. Дверь после того, как вот время тренировок, все, закрыли дверь. Специально кто опоздал, типа, все, опоздали. Дверь закрыта была. Вот это меня удивило. Я такой злой иду, спарринги же я хотел сделать. Я еще и щитки там у друга попросил, потому что я в Москве ехал. Что-то вот, экипировку у нас уйти, пошел. И вот Расула в зал, я вижу там звуки такие, шум, короче, у него очень. И вот зашел в зал, это Расула увидел, подошел к нему, познакомился. Я говорю, вот так объяснил, на спарринге пришел туда, закрыта дверь. Он мне говорит, у нас сегодня спаррингов нету, говорит, но мы тебе их устроим, короче. И реально он мне так хорошие спарринги устроил там. И мне понравилось, что там парни такие были, которые до конца рубились со мной, и в стойке даже конкурировали так неплохо. И мне понравилось, что есть конкуренция в этом зале. И Расула после тренок пришел, если хочешь, проходи на следующий тренок тоже. И вот так Расула начал, именно когда в Дагестане у него тренироваться. А никогда не задумывался, знаешь, что если бы тогда дверь была открыта в зале от Булманапа Магомедовича, то чуть по-другому твоя карьера пошла? Да, может быть, знаете, как судьба бывает. Знаете, я даже был один случай, когда был молод, еще и себя искал в спорте. Я пришел к Хабибу на тренировку, Хабибу на Магомедову. И в тот день его не было на тренировке. Его другой пацан замещал. И его не было, и кто-то позвонил Хабибу, сказал, что делать. И он нам бы сказал, вот это сделать, это сделать. И вот его не было, и я в следующий раз тоже не пришел как-то, да. И вот тоже вот так. Рядом. Да, да, рядом. В итоге я его не увидел. Тогда он еще не в UFC ничего так выступал. Но я знал, что такой спортсмен, да, достойный, боец. И особенно борьба там и так далее. И, ну, есть, может, тот день, если он был бы, может, дальше вот так пошла бы. Но сегодня, аль-хамду-ля, рад, как есть. Я встретил тренера Гора, который беспокоится о мне, как о родном сыне, можно сказать. И ведет меня к мою карьеру, к решению. И мы будем делать все, что от нас зависит, все усилия прилагать, чтобы добиться чего-нибудь в этом спорте. Еще был момент, вот, ты когда был в сборной, по-моему, тайского бокса, сборной Москвы, если не ошибаюсь, ты тогда в одной сборной находился с Владимиром Минеевым, да? Это же тогда ты с ним много пересекался уже? Много сборов свой бой прошел. Да, у нас просто весовых тогда разница большая была. Я дрался, допустим, 75, иногда 81 килограмм. А он дрался 93 в тяжах, 93 в тяжах. А я дрался 75, если сгоняю, не сгоняю, на 81 дрался. И разница большая была. А сейчас он сгонял на ОС-4, а я поднял на ОС-4, короче. И вот мы сейчас в одной весовой оказались. Успел его прочувствовать, так скажем, в то время? Ну да, да. Но тогда он был весовой больше, когда я в маленькой весовой категории. И по скорости ему сложно было со мной. А мне сложно было то, что он может меня засадить так, что мало не покажется. И приходилось маневрировать, двигаться, чтобы он не попадал по мне. А я перебивал его больше по очкам, перестукивал. Так, конечно, до смерти мы не рубились, но прочувствовали друг друга. Знаем каждого сильные стороны. Будет ли уместно сказать, что твое полноценное развитие в ММА как спортсмена началось как раз со знакомства с Гором Осизианом? По ММА, да. У меня в Таиланде я с ним познакомился. Как раз в Таиланде был уже конец, когда моя сбора уже там был. И мне Гор говорит, может, давай в ММА оставить таких буксингов, бедный вид спорта, что ты там делаешь. Я такой пытался что-то, и у меня там Китай бой появился. Здесь приехал Тена, я дрался как раз. И вот Тена, когда меня уже засудили, это была уже последняя капля. И вот я тогда уже в гору пришел, говорю, надо что-то менять. И Гор говорит, давай посмотрим, что получится. А правда, что ты когда в Москве находишься, ты здесь же, в этом зале Гором ММА и живешь? Да, да. У меня вот я открываю дверь, и маты передо мной борцовские. Сразу нормальный пейзаж такой с утра, как бы сказать. Мне нравится, честно говоря. Вот в интервью Вестнику ММА Гор говорил такую фразу, не просто ж так шар пошел в поп ММА. И мне казалось, что, знаешь, отсылка была к тому, что у тебя с финансовой стороны было не все в порядке. А вот насколько действительно тогда было так тяжелое время для тебя в финансовом плане, когда ты только пошел в наше дело и прочее? Вообще ничего не было у меня. Ну, карантин начался. Кикбоксинг, тайский бокс погиб. Боев по ММА я не мог себя здесь в России найти. Потому что меня никто здесь не знал. И пытался я там на менеджеров от них выходить, вторых сделать мне бой, что-то сделать. Ну, не получалось, да. Там нужны были связи какие-то, да. Меня не знают, как мне доказать то, что я просто... Человеку говоришь, вот, допустим, Выпустите меня в клетку, а потом увидите, да, что как есть. Они говорят, таких, как ты знаешь, сколько был. И вперед меня всех сували туда-сюда-сюда. У меня боев не было. Ничего. У меня один день вот так друг позвонил. Вот так через неделю. Турнир такой наше дело там. Бесплатно вышел, подрался. Бесплатно после того, что мне нужно было где-то подраться. У меня практики не было, боевой карантин, полтора года я ничего не делал. И денег тоже не было. Как-то вот так выживал, близкие помогали. А зарабатывал чем-то помимо спорта, еще чем-то? Ничего я не знаю. У меня такая вещь в жизни как-то пошла, что если я чем-то одним занимаюсь, я хорошо это делаю. Если я много вещей делаю, я плохо делаю. А я люблю делать. Если что-то делать, то хорошо делать. И ничем другим я не занимался, кроме как спорт по моим ремеслам. На нашем деле из всех твоих боев, если брать, то наверное, ну так, у тебя такое достаточно прошел, ну если брать именно сами бои, да, тебе все было, ну давалось как со стороны, по крайней мере выглядело довольно просто. Исключением как будто бы стал бой с Владом Ковалевым, потому что там даже, по-моему, после боя сказали, что типа после второго раунда был счет 1-1 на судейских записках. А насколько для тебя действительно этот бой стал таким типа самым сложным, что ли, в нашем деле? В техническом плане он несложный был. Именно чуть там функционально может что-то как-то сложное получилось, потому что чуть возня в борьбе, она чуть нагружает и тратит силы. Ну там были свои, да, вот тонкости подготовки, где я халатно отнесся там. Мне тренер, все говорили, ты должен во время боя весить 88 килограмм, не больше. Вот такая установка была. Хоть боя 93 килограмма, да, я должен весить 88, максимум 89. Я вот халатно к этому отнесся, вышел, у меня было 92 килограмма тогда. Тяжелый был мат, мат канваса был очень мягкий, это чуть не привычность мне создало. Потом в стойке Ковалев мне показалось вообще слабым. Я там готовил всякие фишки, я понял, что мне даже фишки не нужны, просто надо подойти ударить. Только я хочу ударить, я ему в корпус заходит, там вяжет, лишь бы я его не бил. Ну, второй раунд я вышел, просто добить его, да. На очки не выдумал, там бывает, когда ты тактически работаешь, лишь бы выигрывать. Первый раунд я так аккуратно поработал, лишь бы выиграть. Второй раунд я уже вышел, просто ему засадить и уронить. Ну, он этим моментом пользовался, перевел меня там один раз, два раза, не знаю. И, может, по очкам этот бой за то, что за переводом второй раунд забрал. Там же три минуты, ничего не успеваешь сделать. Там раз, 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 раунд заканчивается. И не считаясь сложным этот бой, да, просто бой просто борцом тяжелее бывает. Вот на одной из последних пресс-конференций «Хардкора», ну, где ты, собственно, присутствовал, там вроде бы даже пытались как-то раскачать твой реванш с Ковалевым в рамках «Хардкора». А привело ли это к чему-то, ну, то есть там предложили ли тебе контракт с «Хардкором», будешь ли ты там выступать в итоге или просто поговорили как бы и пока? Ну, я свои амбиции высказал, показал, что я хочу драться за пояс. Плюс Ковалев пройден этап, не знаю, если он там выиграет кого-нибудь, там, именитого, может, я с ним поберусь, да. Так что сейчас назад шаги делать, у меня столько боев есть, где есть с кем подраться. Назад даже не хочется смотреть. А «Хардкор» предложил что-то тебе в итоге? Были предложения, да, немного там, что-то, ну, все время что-то не договаривались, именно какие-то моменты, сложности возникали. Был момент с «Пальхаросом», мне бой предложили. Какой? А соперника какого вы предложили там? Разных предлагали, разные были там соперники, именно разные были. У них, знаете, как, не бывает определенно кого-то. Просто они хотят тебя на турнире увидеть и потом уже ищут, кто со мной согласится драться. Да, мне кажется, это главная проблема, кто с тобой согласится драться. Да, вот из-за этого и много проблем. Они, честно говоря, давно мне уже бои предлагают. Я не буду говорить имена, но многие отказывались. А отказывались вот те, кто, знаешь, в «ПОП ММА» о себе заявляет? Или все-таки даже из профессионального? Профессионалы, которые в «ПОП ММА» пришли, они отказывались. Ну, ты в прошлом году подрался восемь раз. В 2022 году говорил о том, что есть планы побить рекорд. Егор тоже ставил такую задачу. Как думаешь, выполнится ли она еще? Или уже, ну, вряд ли учитывая, что сейчас август? Полгода прошло, не знаю, посмотрим. Не всегда, как мы хотим, получается, да. Уинитарная проблема, соперника найти. Тогда со мной могли, там, от незнания кто-то мог выйти, подраться, гран-при. Варианта нету, слиться там, приходится драться. А сейчас, как бы, такой выбор идет, что вот Мартынов очень уважает. Уважение он вызывает, потому что согласен со мной драться. И, надеюсь, Шлеменко тоже не откажется. Хотя, Шлеменко, знаете, вот что-что, вот, Шлеменко мало хочет сомневаться, потому что он такие вызовы принимал, которые мне казалось, он сейчас проиграет, и он не проигрывал эти бои. Выходил и с лучшими бойцами мира. Надеюсь, и со мной когда-нибудь согласится. И вот еще одна из тоже последних историй, что объявляли ваш бой, как будто бы на 23 февраля с Давидом Бархударяном, да, потом говорили, что ты не смог в эту дату. Насколько все вот тогда действительно так обстояло? То есть, по твоей ли вине, грубо говоря, тогда не получилось провести бой между тобой и Бархударяном? Знаешь как, я тогда находился в таком положении, что я должен диктовать, где я поделюсь и с кем. А когда мне пытаются диктовать тот, кто должен просто согласиться там, где ему предлагают, он, допустим, хочет 23 февраля. Изначально планировалось раскачать бой Бархударяном в Шарабулит, это в Армении, в Ереване. Все шло к этой дате, все обговаривалось там. Ну, в итоге, последний момент, Бархударян, у меня там свои планы были, в финал гран-при нашего дела. После финала гран-при я собирался в Ереване с Бархударяном подраться. Он не захотел 84 500 делать, не согласился самодраться. Ну, он может сделать 84 500, просто он не хочет делать. Я не знаю, что заставить я могу что-то. И в Ереване тоже бой сорвался, турнир весь сорвался. Я должен был потом Аллахвердянам там реванш в главном бою играться. И весь турнир слетел. После того, что произошло в бою Вагаба Вагабова и Давида Бархударяна, интересен ли тебе до сих пор Давид Бархударян? У меня вообще не интересен. Прям совсем, да, не уже отбило? Он сам себя убил. Он убил весь интерес к нашему бою. Не знаю, туда-сюда. Со стула на стул пересаживался, лишь бы со мной не подраться. Потом в итоге два боя проиграл, Артуру проиграл. Та же история. Я выиграл бой в Fight Night. У меня тогда был 5-0 record, 5 нокаутов. И он принимает бой с Артуром, который ни разу не дрался в Fight Night. А мне он говорил, ты еще мало боев в Fight Night провел, типа проведи еще два-три боя, потом посмотрим. Но Артур ни один бой не провел в Fight Night. Он с ним согласился, а со мной не согласился. А он в интервью заявляет, что он никогда ни от таких вызовов не отказывался. Ну, как это назвать, если он не отказывался? Вся Россия видела, как он вышел в клетку и отказался там подраться. А месяц до этого он брал микрофон и говорил, с любым он готов подраться. Хоть американцы, юсишники и так далее. А потом, когда ушло дело, он аккуратно решил на Аллах Вильяна перекинуть своего друга в момент. И я с Аллах Вильяном подрался. Потом я еще бразильца выиграл. Много еще боев выиграл. А он много боев проиграл. Вот на том же турнире, где Давид дрался с Вагабом, Дмитрий Бекрёв защищал поезд в 7,7 кг. И сейчас такое ощущение, что в 7,7 кг вообще нет особо, ну, таких прям очевидных претендентов. А тебе не кажется, что была бы такая громкая довольно история, если бы, например, тебе было комфортно спускаться было бы в 7,7 кг? Дмитрий Бекрёв? Да. Дмитрий Бекрёв убил этот вес. Ну, что я сейчас, я хоть 100 боев проведу в этом весе в 7,7 кг. Вот 100 у меня боев будет, он со мной не согласится драться. Почему? Ну, туда у него вопрос спросите, почему он не согласится со мной драться. А уже было такое, что вам предлагали бой или что-то такое? Ну, конечно, я же, хотя я же всегда говорил, я вообще боится в 7,7 кг. Я говорил, эта история там, 84 меня там мотивировало, чем-то там, я на замену вышел там, подрался с Минеевым, вызов мне интересен. Ну, я боится в 7,7 кг, хотя хотел в 7,7 драться. Он просто не захочет со мной драться. Он хочет легкие вызовы, там, ну, элитарно с колотком. Я не называю, конечно, колотку слабым бойцом и так далее. Но он не был достоин больше меня драться за этот поезд. Ну, там, один бой выиграл, один проиграл, один выиграл, один проиграл и за поезд дерется. Ну, как это понятно? Ну, а я там три боя выиграл, все бонусы получил. Там, выступление хорошее показывал. И что он со мной не дерется? В чем причина? Надо у него спросить. Просто он тушит этот вес, держит этот поезд. Он вообще нелегитимный чемпион. Я не знаю, то есть, у меня такие истории не мотивируют, когда вот такая. Вот я буду готовиться к этому бою, да, просто именно три месяца. Он согласится. Я буду три месяца готовиться, он в последней неделе сольется с этого боя. Я три месяца драться. У меня нет надежды, что он не сольется. Просто нет надежды. Я сто процентов уверен, что он и не согласится, или согласится, или сольется. Даже я когда, мне спросили бархударян богаб, кто выиграет, как выиграет. Я сказал, бархударян либо не выйдет в эту клетку, либо он выйдет в эту клетку, или скрутится, когда он упадет там. В итоге так и получилось, он скрутился, упал. А стратить силу, ресурсы, энергию на что-то, что в итоге не приведет ни к чему, мне не хочется. Если мне скажут, Камил Гаджи, вот Викрев, 77 поезд, это интересная история. Но мне до сих пор никто об этом не сказал, поэтому я понимаю, как там все обстоит. Ну, я знаю, может быть, получится. Я надеюсь, что хочется в это верить. Ну, не знаю, что ли, реалии и другие. Он хочет максимально держать этот поезд. Тогда заверши карьеру, уходи, да, что-то, чем-то такие беспонтовые бои показывают. Выходить, я не знаю, стыдно на это смотреть. Чемпион с 77 килограмм, 5-найт, портитесь, понял. У нас есть хорошие чемпионы, как Вагава, Вагавов, Минеев, и всем всем, кто чемпион вообще. Кто это вообще? Ну, там, с Амировым дрался, не выиграл. С Калатко дрался, не выиграл. Другие бои тоже какие-то, все какие-то непонятные. Вот тяжело назвать чемпионом вообще. Кому случайно на дармяк этот поезд достался и держит максимально у себя его. Да нафиг мне этот поезд-то не нужен. Я себя считаю чемпионом. Если это не так, тогда скажут мне об этом. А то, что он эту бляху носит, не означает, что он чемпион. Я себя считаю народным чемпионом 77 килограмм. Вот, еще если говорить про историю 84. Ну, Владимир Минеев, если, например, состоится их бой с Вагавом в промежуточном весе, там, 80-80,5 килограммов, это произойдет, как Вагав уже сказал, там, не раньше, чем через полгода, а скорее всего даже и дольше. Ну, потому что Вагав сейчас просто хочет в тяжелом весе драться пока. Ну, соответственно, до этого, скорее всего, у Владимира будет какая-то защита пояса, что было бы логично. Как думаешь, насколько вероятно, что это ты должен быть следующим претендентом, и ты подерешься именно с Владимиром, может быть, до конца года даже? А он будет защищать пояс? Ну, наверное, должен. Наверное, должен. Ну, наверное, он его не защитит и подерет с Вагавом. Ты думаешь, просто будет ждать боя с Вагавом? Скорее всего, да. Уже почти просто год прошел после их боя с Магой, и, наверное, нужно как-то... Ну, кто вылечит пояса? Я, что ли? То, что он, типа, не защищал пояс, его лишат пояса. Не знаю, Макгрегора тоже лишили один раз. Вот он и был любимчиком Лиги. Не знаю, мне мало лицо, что меня его лишат. Ну, если он выберет меня, то вперед. Я буду делать все, что зависит от меня, чтобы этот бой состоялся. Я делаю пока что. Все, что от меня зависит. Я не знаю, что уже сделать, чтобы это состоялось. Но я пока все, что мог, сделал. Посмотрим дальше, как. Ну, вот Мартынов – это большой вызов для меня. Сейчас загадывает, куда ты туда встанешь. Собираюсь. Он первый номер рейтинга же. Как только я его выиграю, я в рейтингах поднимусь. Может, настанет то время, когда я буду менее его интереснее, чем он для меня. Посмотрим. Ну, Шлеменко – это еще один человек, который мне интересен. Сейчас на горизонте. Теперь Мартынов, конечно. Мартынов, Шлеменко и Минеев – это три имени, которые у меня сейчас в голове крутятся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.